Время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать Северный поток-2 в рамках нормандского формата. А потом он заявил на совместном брифинге с немецким канцлером в Берлине. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что вопросы по Северному потоку-2 действительно могут рассматриваться во время встречи нормандской четверки. Однако подчеркнула, что это не будет частью урегулирования ситуации на Донбассе. Подробнее о встрече лидеров Украины и Германии смотрите далее. Президент Украины с официальным визитом в Германию. В Берлин он прибыл вчера. Первая важная встреча с главой правящей партии Христианско-демократический союз Армином Лашетом. Именно ему пророчат должность канцлера Германии после парламентских выборов в сентябре. Также Владимир Зеленский обсудил процесс реформ в Украине с федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером. А сегодня вечером встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. После непродолжительного диалога политики вышли с заявлениями к прессе. Ангела Меркель говорила о ситуации на Донбассе. Мы видим, что усиливается давление на Украину, стягиваются войска на границе, на Донбассе и со стороны Беларуси тоже. Германия выражает обеспокоенность и выступает за прогресс в минских договоренностях. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Германию за неизменную поддержку суверенитета Украины и активное участие в переговорах о мире на Донбассе. При этом отметил, вопрос безопасности Украины важен для всей Европы. И кроме военной угрозы, сейчас всем стоит задуматься о рисках, которые влечет за собой строительство газопровода «Северный поток-2». Запуск «Северного потока-2» действительно несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе. И лишним свидетельством этого является концентрация, вы знаете, российских войск на нашей государственной границе. Я считаю, что вопрос «Северного потока-2», я об этом сказал откровенно госпожа Меркель, мы должны рассмотреть с Германией, с Францией и с другими участниками нормандского формата, так как это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине. Второй месседж от Зеленского – это несовершенство механизмов компенсации, которые были предложены Украине ранее. Я сказал госпожа Меркель, что нам мало будет таких гарантий, так как субъектами во всех этих переговорах является Российская Федерация. Поэтому, если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии Европейского Союза, гарантии Германии, гарантии Франции. Поэтому для меня вопрос «Северного потока-2» – это часть вопроса в будущем, в нормандской встрече. Ангела Меркель от обсуждения «Северного потока» в нормандском формате не отказалась, но подчеркнула, это не будет частью вопроса урегулирования ситуации на Донбассе. Вместе с тем, политические эксперты уверены, рассчитывать на конкретику от Германии и, в частности, от Ангела Меркель Украине пока не приходится, как и от ее возможных преемников. Независимо от того, кто будет новым канцлером, по «Северному потоку-2» будет больше лобби и будет у него большая поддержка у этого проекта. Скорее, речь будет идти не об остановке трубопровода после выборов, а начнутся торги вокруг его ввода в эксплуатацию. Если введение в эксплуатацию «Северного потока-2» и правда отложат, Украина только выиграет. Ведь это время можно будет использовать для переформатирования своей энергетической структуры и минимизации возможных рисков и потерь от запуска газопровода. Ирина Коваленко, Новости Украины. Новости Украины. Социалистов и коммунистов, которые выступают за сближение с Россией, им свои голоса отдали более 27% избирателей. Впервые не в Киеве. В эту пятницу состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Где именно соберутся, пока неизвестно, зато определились с вопросами, которые планируют рассмотреть. Повестку дня уже составил президент Владимир Зеленский. Речь о сотрудничестве с НАТО и расширении списка тех, кто оказался под национальными санкциями. 134 человека. Гражданина Украины, которые находятся под санкциями США. 100 из них есть в нашем санкционном списке. 4 человека у нас идут отдельно. Недавно мы закончили большой объем работ с нашими партнерами по этому поводу. Мы получаем достаточный объем информации для принятия наших дальнейших действий в отношении тех или иных людей, которые могут попасть под санкции нашей страны. Мы сотрудничаем не только с партнерами из Соединенных Штатов. Это и партнеры из тех стран, которые находятся в Европе. Призывы за хваток зарстной власти и кураторы из Кремля. Служба безопасности Украина заблокировала работу сети пророссийских интернет-агентств. Как сообщили в СБУ по указанию СРФ и временно неподконтрольных районов Донбасса, на интернет-платформах злоумышленники подстрекали к нарушению территориальной целостности нашей страны, ведению агрессивной войны, а также призывали поддерживать незаконное вооруженное формирование. Злоумышленники действовали в Киеве, Мариуполе, Днепре и в Кировоградской области. Их информационные атаки координировались из Российской Федерации, а также из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пропагандисты призывали к изменению границ государственной границы и ведению агрессивной войны. Во время обысков у агентов обнаружили так называемую рабочую технику и проекты информационных компаний. Дело кузницы на Рыбальском. Печерский райсуд арестовал бывшего замминистра обороны Украины Игоря Павловского на два месяца с возможностью внесения залога в почти полмиллиарда гривен. Генерала Павловского и еще двух бывших топ-чиновников Минобороны, а также председателя правления Кузницы на Рыбальском, подозревают в продаже для вооруженных сил Украины некачественной военной техники. Светлана Сыч расскажет больше. Два месяца под стражей или более 475 миллионов гривен залога. На такой мере пресечения для бывшего замминистра обороны Игоря Павловского настаивала сторона обвинения. И Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Павловскому. Стороне обвинения в уголовном ходатайстве было удовлетворено. По данным следствия, начиная с 2016-го по 2018-й Игорь Павловский организовывал поставки военной техники низкого качества вооруженным силам Украины. Сам Павловский виновным себя не считает и нарекает на размер залога. Дальше будет следствие. Такого непомерного залога я даже не знаю, откуда его можно взять. И это же понятно, что я его не могу внести. Это факт, потому что я никогда в жизни не видел таких средств. В прокуратуре же сумму залога считают посильной для Павловского. Мы просили о таком размере залога, считаем его адекватным, потому что это соответствует сумме убытков в уголовном производстве. Игоря Павловского выводят из зала суда. Его адвокаты готовятся обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Я не знаю, почему суд пришел к такому выводу, каким образом он сделал вывод, что здесь вообще есть состав преступления, какие есть риски невыполнения непосредственно возложенных обязанностей на Игоря Валентиновича. Для меня это непонятно. Я считаю, что это позорное решение, которое будет обжаловано. Вместе с Игорем Павловским по делу о поставках в СУ некачественной военной техники также фигурируют еще два бывших топ-чиновника Министерства обороны и председатель правления завода «Кузница» на Рыбальском. Их всех суд отправил под арест с возможностью внести залог. Сейчас суд избрал меру пресечения всем четверым подозреваемым. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1 миллиарда 800 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются. В начале июля Госбюро расследований разоблачило нечистых на руках с чиновником Министерства обороны и руководства завода «Кузня» на Рыбальском. Во время обыска у одного из фигурантов следователи обнаружили оружие и крупную сумму наличных. Светлана Сыч, Сергей Линский, Новости Украины. Безбарьерная Украина для каждого. Масштабный план мероприятий на этот и следующие годы обсудили сегодня на втором совещании по безбарьерности. В нем приняли участие первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. План включает 250 инициатив по шести направлениям. Презентовала первая леди и справочник по безбарьерности. Подробнее о материале Юлии Грановской. «Принятие стратегии, разработанного к ней национального плана, пошагово – это действительно масштабный всеукраинский проект в области безбарьерности, который существовал или существует на сегодня. Потому что предыдущие шаги, мы видим, не привели к ошеломляющим результатам». У Юлии Сачук слабое зрение. Она не понаслышке знает о проблемах, с которыми сталкиваются в Украине люди с инвалидностью. С единомышленниками она организовала общественную организацию, которая пытается их решить. А перечень немаленький. Отсутствие пандусов, невозможность получить качественное образование, нехватка специализированных сервисов. Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине призвана расширить возможности людей с инвалидностью. А вот разобраться в вопросе поможет справочник безбарьерности. «Это сборник, в котором доступным языком на понятных примерах мы расскажем о толерантном общении. Как правильно обращаться к людям, как писать о людях. Это в первую очередь касается журналистов. Как проявлять уважение, а не обижать. Это может стать вспомогательным инструментом для госслужащих, представителей сервисов, бизнеса и для журналистов, для всех». Не жалеть, а уважать людей с инвалидностью. Для этого им необходимо создать комфортные условия для жизни. Поможет в этом план мероприятий до 2022 года. «В план вошли более 250 проектов. Каждый из них – это конкретный шаг, который приближает к преодолению шести крупнейших барьеров в обществе – физических, экономических, образовательных, цифровых, информационных и гражданских. Именно эти 250 проектов – те реальные изменения, которые годами ждали миллионы украинцев. И каждой территориальной общине – от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы – есть люди, которые ждут и нуждаются в этих изменениях». Сегодня министры представили 7 проектов по внедрению этого плана. Ключевые – доступ к интернету в украинских селах, информационная кампания и безбарьерная инфраструктура. «Для решения этого мы предлагаем следующее. Во-первых, усовершенствовать ГСН – государственные строительные нормы, которые касаются именно инклюзивности зданий, сооружений, учебных заведений и дошкольного образования и так далее. Около 2,5 миллионов гривен. Во-вторых, ввести новые стандарты доступности объектов физического окружения». Среди проектов и школьное образование для всех. «Прежде всего, это расширение инклюзивно-ресурсных центров и расширение инструментов работы с детьми с особыми образовательными потребностями, повышение уровня подготовки педагогов для работы с детьми с особыми потребностями, создание модели поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями при инклюзивном обучении». Утвержденный план мероприятий станет дорожной картой для всех ведомств. В его разработке приняли участие 15 министерств и 47 общественных организаций и эксперты. Главная задача национальной стратегии – сделать Украину доступной и комфортной для всех. Юлия Грановская, Александр Бугай. Новости Украины. Новый документальный фильм режиссера Сергея Лозницы презентовали на Каннском кинофестивале. Ленту «Баби Яр. Контекст» демонстрировали в программе специальные показы. Там идет речь о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии. В фильме использованы материалы из архивов Украины, России, Германии, а также из частных собраний. По словам режиссера, некоторые кадры, использованные в картине, не видели даже историки, специализирующиеся на теме Холокоста. Украинский зритель сможет увидеть ленту осенью в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии «Бабьего Яра». «Я вырос в Киеве, и мой дом был недалеко от «Бабьего Яра». Я спрашивал взрослых, родителей, что там произошло, и они не хотели рассказывать ничего конкретного. Это глубокая история, и мы должны знать свою историю, а фильмы должны вызывать интерес к нашей истории». Скейт-парк для молодежи в Попасной Луганской области открылся на этих выходных. Его обустроили ветераны антитеррористической операции «Операция объединенных сил». Им помогали местные жители. Новую современную зону для активного и здорового досуга видела наша Анастасия Волкова. Скейт-площадку обустроили на месте старой танцплощадки ветераны антитеррористической операции и операции объединенных сил со всей Украины. «Мы собрали ветеранов всей Украины, которые приехали и объединили местную молодежь с ветеранами для постройки чего-то хорошего. Мы хотим показать пример, что если убрать мусор у себя под ногами, то можно найти золото». «Когда на Востоке во время службы я видел этих детей, которые ходят, не имея чем занять себя. Я понял, что это наша миссия – подарить детям что-то хорошее, что-то позитивное, чтобы они развивались». Кроме скейт-площадки, здесь планировали и современное пространство под открытым небом для проведения фестивалей. «Обустраивают зону для активного отдыха в рамках волонтерского проекта «Ветераны строят». Так хотят помочь развитию молодежи, которая живет на линии соприкосновения. «Перед нами несколько скейтовых элементов для катания. Вот слева от меня стоит квотер-пайп. Это такая штука с трубой большой, на которой можно делать разнообразные трюки. Дальше за мной стоит мануал-бокс, грайн-бокс с рейлом. Рейл – это парапет, по которому ездишь». Парк уже принимает первых посетителей. А тем подросткам, кто помогал его обустройстве, подарили скейты. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. С пожеланием всем нам иметь рядом с домом хорошую зону для активного отдыха. Я прощаюсь с вами до завтра. Наши новости всегда можно найти в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова